Сегодня с 168 часов приехали в реабилитационный центр «Выбери жизнь». Здесь с 1 сентября заработала школа для первоклассников. В ней учатся детишки бывших реабилитантов, бывших тяжелых наркоманов, бывших алкоголиков, у которых не было будущего, но они стали полноценными людьми, родили здоровеньких детишек. И вот эти детишки сейчас здесь, в этой школе, начали учебу. И это при том, что насколько сейчас сложные времена из-за пандемии. Но революционный центр справляется. Пойдемте посмотрим, как у них все это происходит. В данный момент у нас открыт первый класс. В первом классе у нас 4 первоклассника. Дети обучаются в соответствии с программой Дьячевской школы, на Школу России. Но также все в соответствии по ГОСам. То есть как ГОСы требуют. Такие же образовательные задачи ставим и мы. То есть развитие, обучение и творческое, и воспитание. А вам самой нравится здесь? Мне очень здесь нравится. То есть вот здесь у нас мы пытались создать ауру радости, желания учиться. Дети очень с удовольствием ходят сюда. Родители. Контакт очень тесный у меня с родителями. То есть мы созваниваемся, списываемся. Они приезжают. Мы, конечно, ведем их вместе за руки. Познакомимся. Елена Геннадьевна Туманова. Она приезжает сюда учить деток из Кинишмы. Она учитель высшей категории. У нее стаж 32 года. И она волонтер. Она просто прониклась в идею обучения детей реабилитационного центра. Детей тех, кто прошел реабилитацию и стал полноценным человеком. Здоровым, полноценным человеком. И у них рождаются здоровые детки, способные детки. Как они у нас пишут, как они у нас читают, как они у нас разговаривают. То есть то, что мы сделали за два месяца, мы же учимся, как обычно, с 1 сентября. Но я думаю, они ничем не отличаются от детей, которые посещают обычную школу. То есть наоборот, даже больше. Почему? Потому что контакт учитель и ребенок осуществляется более полноценно, более тесно. То есть у меня здесь возможности индивидуального подхода еще больше расширяются. Потому что дети свободно могут подойти ко мне, спросить, что непонятно. То есть подать сигнал СОС, подать, наоборот, радость. То есть мы, так хочется сказать, что все-таки мы больше ближе к семейному обучению. Хотя я и являюсь учителем. Ну, в принципе, эта школа, она и имеет такой статус, как семейное обучение, да? Да. Только привязана к одеяческой школе. Да, да, да. И вот как у вас начинается здесь день? Мы встречаемся, мы здороваемся, мы желаем друг другу добра, удачи. Дальше мы проходим, готовимся к уроку. У нас венит обычный звонок. А вот это что такое? А это у нас сенсорная зона, то есть здесь дети во время перемен, у нас также уроки по 35 минут, как так как они являются первоклассниками. У нас здесь происходит разрушение. То есть мы здесь можем и прыгать, и бегать, ножки развивать. Мы разуваемся и по ним ходим. У нас еще есть одна дорожка, вот там она лежит. Очень хорошо для моторики, то есть это уже другая функция. То есть вот если маленькие у меня приходят, у нас же еще маленькие детки есть, начиная вообще запланировать с двух лет и до 12. Потом, можно здесь пересказ, например, сказку мы составляем, рассказываем. То есть вот такой у него функционал. Очень всего много. Ну, значит, первое, что это доска у нас есть, она у нас магнитная, то есть мы здесь пишем, считаем, как в обычном классе. То есть это как у всех. Теперь вот вы здесь видите необычную доску. Это не доска, это коврограф. Нам тоже подарили его спонсоры. Здесь мы развиваем моторику, сенсорику, общий развитие. То есть мы можем здесь все выложить, показать, составить. Вот вчера у нас как раз было задание. Теперь мы оборудованы, у нас есть, как лично у меня есть персональный компьютер. К нему подключена, значит, возможность напечатать детям прямо с компьютера и еще печатный принтер. Но ноу-хау нашей школы, это наша доска. Она является функционалом, то есть она подключена. Это панель. Мы на ней можем работать как на компьютере, просто как на обычной интерактивной доске. Сейчас мы ее покажем в действии. Она совмещает, как я вам уже сказала, две функции. То есть это выход свободный в интернет и работа на доске. Вот мы открываем доску. И на ней можно писать. Руфа, напиши, пожалуйста, число 11. Вот любым цветом, какой тебе нравится, берем. Сейчас посмотрим, какой у Руфы любимый цвет. Так, пиши, 11. Не бойся, не бойся, пиши. Она у нас только певел с доска, поэтому еще... Так, молодец, умеется. То есть смотрите, что нам удобно. Это фигура, то есть это сенсорика опять. Наших детей же она страдает, ну то есть маленькие детки ищут их. Вот мы открыли. Руф, пойди найти... Так, Женя, иди квадрат, возьми. Иди. Руф, была у нас. Бери. Квадрат, квадрат. Где у нас квадрат? Вот квадрат. Цвет выбери, какой хочется тебе. Тоже красный. Подальше там сделаем. Открывай и тащи. Так. То есть вот это. Так. Все-таки, да, поровнее мы должны быть? Молодцы или я? Я поправлю. Вот он, квадрат. А теперь смотри, теперь глазки закройте. Сейчас мне скажите, а что изменилось? Я поярче возьму. Откройте глазки. Что это такое? Вы нарисовали еще один квадрат. А это квадрат? Коробка какая-то. Коробка какая-то, да? То есть это функция объемных фигур. Это вот это детей, конечно. Прямоугольник. Это не прямоугольник. Это называется параллели пипет. Даня уже будет, наверное, скоро звать, да? То есть вот такой у нас функционал нашей доски. И совершенно свободно можно просто выйти в интернет. Прямо улыбнемся и гимнастикой займемся. Вот. То есть вот на героев посмотри, делай точно, как они. Вот боксер и все так. Лоп-ка он руками мазал. Ну-ка стойку принимай и боксерам отвечай. То есть все новые технологии используются. Ровненько сели, плечики поправили. Пишем. Женя уже зеленое начала писать. То есть можно сделать. Нажмем на кнопочку. Например, они начинают делать самостоятельно что-то, да? И у них возникает какая-либо проблема. А можно еще раз? Нет. Сейчас нет. И они тоже на них нажимают, и я подхожу. Ну, во время самостоятельного задания. Вот такой у нее тоже необычный функционал. Ну, и, конечно, соревнования. То есть кто быстрее сделал, кто тоже все. И так просто. Можно нажать на кнопочку. Пробуй. Ну, Женя вообще вот было очень тяжело. Сейчас она стала у нас очень... Отлично. Руфа, давай. Следующая твоя рыба. Рыб. Отлично. Прям рыбный день. Багдаша. Ксенофонта. Молодец. Вот это экземпляр. Шесть. Шесть. Так. Что тут у нас сидит? Три и три. Молодец, Женя. У нас же не голодный. Ну, дружочек, подожди немножко. Сейчас мы тебя покормим. Перенеси в ячейки число так, чтобы они в сумме давали указанное на аппарате число. Тогда мы сможем покормить собачку. Три и три. Так, Вень, теперь твоя очередь. Это так. Пять и четыре. Шесть. А, один и пять. Один и пять, конечно. У нас сейчас в центре 16 детей. Возраст от нуля до 14. К нам также на программу может приехать мамочка на руках с детьми. И у нас очень большой опыт, положительный опыт, где мама проходила программу, ребенок оставался с ней, не в детском доме. И мы видим в этом огромные плоды. Вот. И пришла такая идея, почему бы на базе центра нам не сделать начальную школу. Конечно, очень много трудностей, когда мы деток своих возим за 25 километров отсюда зимой в Дьящевский детский садик. И в школу на своем транспорте, на своей машине бывает и снегу много, и не выехать, и природные условия тяжелые. И вот пришла такая идея, мысль, почему бы нам не попробовать начальную школу сделать на базе центра. И вот в этом году, 1 сентября, у нас открылась эта школа, где ее открыли 5 первоклашек центра. Это дети, которые родились здесь, на территории центра. Дети тех мам, которые проходили здесь программу, у которых образовались семьи. Вот. Мы очень рады, что все-таки дети получают образование, и у нас очень прекрасная учительница. И школа, это, можно сказать, домашнее обучение, где они делают зарядку, где они радуются, вместе кушают, учатся, полный контакт. Также мы максимально стараемся для детей создать все условия, чтобы они не были, как говорится, чтобы не было недостатков. Поэтому мы делаем детские площадки. Летом у нас здесь большой бассейн. Зимой горки, которые мы тоже заливаем, катаемся. Также приезжают здесь наши выпускники со своими семьями, со своими детьми. Летом бывает здесь до 100 детей на площадке, где они играют, играют в снежки, строят горки, занимаются на всяких снарядах, тренажерах. И мы надеемся, что мы будем с Божьей помощью развиваться и дальше. У нас огромные планы достроить вот это здание женского корпуса, чтобы в центре был свой еще, как говорится, садик дошкольный. Первая сложность такая, что, естественно, отсутствие финансов. Это раз. Потому что у нас нет специалистов, у нас нет строителей, у нас нет опыта работы и так далее. Поэтому мы благодарим тех людей, которым не безразлично. Проблема вообще нашей молодежи, проблема наших детей, которые попали в критическую жизнь ситуацию, которые спонсируют нас, которые помогают финансами. И вот благодаря такими огромными усилиями многих-многих бизнесменов мы приобрели стройматериалы и успели к 1 сентября открыть учебный класс. На открытии школы был глава района Герасимов Сергеевич Славович, также была местная администрация. Мы очень дружим, они помогают нам, мы взаимодействуем, мы помогаем им. Я еще раз повторяю, что мы открыты, прозрачны, доступны. Любой человек, который хочет включиться вообще в нашу работу, в этот труд, в помощь людям, мы двери открыты. И поэтому есть такой вопрос, а почему вам помогают, почему вам вот так вот многие люди откликаются. И вы знаете, на самом деле, действительно большая благодарность, низкий вам поклон, что вы помогаете нашим детям, что вы участвуете в спасении нашей молодежи. Потому что мы прекрасно понимаем, сейчас последнее время, и вот эта наркоиндустрия, которая поставила под прицел всех наших детей, мы видим, что сейчас происходит на улицах, закладки, эти синтетические наркотики, забиты психушки, вот эти больницы, детское самоубийство и так далее. Поэтому мы не хотим, чтобы наши дети, они повторяли ошибки тех, кто попал в этот крючок. Поэтому здесь в центре прививаются такие моральные ценности, общие ценности любить родителей, любить ближнего, отца и мать, не ругаться матом, помогать друг другу, брать ответственность за свою жизнь, за свою семью, за собственных детей. Ты приехал с Кемерово, почему ты приехал с Кемерово? Ну, во-первых, у меня тут два однокласса, которые проходили программу. Один приехал туда, там дела у него были важные, это, ну и предложил мне поехать. Что у тебя было? Ну, я это, тогда я считал себя нормально, хочу пью, хочу не пью. Жил своей жизнью, как говорится, для себя, для своего удовольствия. Не думал, что я буду многодетным папой, сейчас у меня трое детей. Остался здесь служить, да, здесь. Я уже восьмой год, у меня жена, трое, три дочки. Помогаю таким же, который в проблеме, в какой я сам был. Мне кто-нибудь сказал бы, семь лет назад, вот знаете, когда тут все просто было, ферма тут, ничего не было, заброшенные старые дома, что тут через семь лет будет трехэтажный дом, ты будешь в нем жить, у тебя будет многодетная семья, тут там пасека будет, школа, я бы тогда подумал, что человек, наверное, просто болеет чем-то. Но это все реально. Андрею Васильевичу спасибо большое за это место. Слава Богу за это место. Я вот, кстати, когда школу-то строили, я не думал, что что-то так получится. Классно. Жень, спасибо, да. И вот Настя проходила программу, которая впоследствии стала... Да, жена у меня тоже отсюда, здесь на программе была, мы здесь познакомились, тоже прошла реабилитацию. Образовалась семья, и вот на свадьбу мы им вручили ключи от квартиры. Вот, это было для них очень неожиданно, но для нас это было очень приятно. И давай, Женя, зайдем тебе покажешь, как у тебя дома. Там уже тесновато становится. И сейчас жена где? Жена в Киевском поехал, в город. Дети двое в садике, вот, самое маленькое здесь. Как Маша? Самый маленький. Он как? Он как? Он как? Он как? Он как? Это нам помогает уже Маша. И она у нас на программе. Маша, ты сама отходы, скажи. Я с Орех Возуева. Сколько ты у нас находишься времени? Пять месяцев. Пять месяцев. Она помогает покупку, помогает деткам, восстанавливается. Выходной день. У кого есть выходные, они могут прийти здесь, позаниматься. Также у нас есть профессиональные спортсмены, которые также могут преподать определенные упражнения. Потому что здесь в центре у нас был и военные, проходили реабилитацию, и участковые, и ученые, и художники, и замначающие ГИБДД, полиции, и как бы люди вообще всех категорий. И математики, и физики, и поэты, и разного рода спортсменов и так далее. Поэтому здесь в центре можно научиться многому, чему хорошему. Это мы написали грант, у нас диспансер, он начали прямо отправлять нам, а у нас очень много подростков стало именно от наркотиков. И мы написали грант, и мы его выиграли, вот на спортзал, чтобы вот эту молодежь с наркотиков переключать на спорт. Потом, конечно, нам запретили брать несовершеннолетних, так как это дети. Ну, уже официально. Либо они с родителями могут проходить программу, либо мы должны опекунство делать. Но это как бы опекунство невозможно сделать нам, а родители не все готовы приезжать сюда и жить с детьми. Поэтому пока вот так же. Вопрос решается, как-то. Но мы берем, в общем, с 18 лет, пока мы можем брать, получается, на программу. Ну, приезжает. Оп! И все. Обычный говорит, вот у нас будет спортзал, будем заниматься. Появился спортзал, но что-то нас здесь не часто. Ну что же, мы побывали в школе при революционном центре «Выбери жизнь». Своими глазами увидели, насколько здесь неохота выражаться в превосходной степени, но я скажу, так. Условия превосходные, действительно. А сейчас мы приехали непосредственно в сам центр, где живут и родители, и сами дети. Площадка детская здесь, опять же, выражусь в превосходной степени, изумительная. Ну, вот за моей спиной горка со скалодромом, даже в Кинишминг подобного нет. Только что мы побывали в спортзале отлично оснащенным. И опять-таки, я вынужден выражаться в превосходной степени, потому что ничего не остается. Да, здесь. Здесь классно. подогреваем, и опять-таки, сарезные степени, Продолжение следует...